Приветствую вас! Ну, самостоятельно никак не работать, я полагаю вам, с вашей ситуацией, потому что помочь вам может только психолог, если честно, не очень понятно, почему вы работали и перестали. То есть, что-то случилось, вам не понравилось, может быть, или что, а почему вы перестали работать с психологом, особенно если, как вы говорите, какой-то результат у вас был. Вот. То есть, это, наверное, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Теперь. Мне стыдно за мое существование, так как мама постоянно говорила, зачем я существую, лучше бы меня не было. Ну, стыдно-то гнев, соответственно, у вас есть невыраженный гнев, невыраженная агрессия, может быть, по отношению к маме, допустим. Предполагаю, что подавляя ее, то есть подавляя ту самую агрессию, подавляя гнев, вы ждали, что вам дадут ту самую любовь, то самое тепло, то самое понимание, но ничего этого не произошло. Вот. И, собственно, получается так, что вы и гнев, вы себя подавляли, подавляли. Вот. И не получали ничего. Ничего. Из-за этого, ну, из-за вот подобной ситуации. Соответственно, отсюда у вас некоторые обилия, отсюда у вас некоторые ожидания, отсюда у вас некоторые негативы к людям и к самой себе. Вот. То есть, если человек подавляет гнев, которым... признакам, значит, защита, которым он является, то вы начинаете испытывать стыд. Соответственно, необходимо закончить, завершить для себя все невыраженные, невысказанные вашей маме. необходимо определить границу тех установок тех директив, которые были вложены... вашей мамой в вас. И, соответственно, изменить их на более адекватные, на более приемлемые. Но сначала вырезать все чувства и, ну, как бы, осознать их. Да? Вот. Дальше. Сильно проявлять во всем, особенно в взаимоотношениях с людьми. Что именно проявлять? Любовь, которую не получила в детстве, хочется получить от окружающих. Ну, вот смотрите. Вот. А. Такой. Вопрос. С чего вы решили, что вы недополучили любовь? Ну, брат, вот откуда вы это взяли, что вы ее недополучили? И, соответственно. это указывает, может быть, что вы его не дополучили. Может быть, у вас есть информация о том, что вы могли получить больше, ну, больше любви от своей мамы. Например, откуда у вас информация, что мама могла дать вам больше любви. Вот этот момент для меня остается несколько не ясным. Да, несколько странных для меня этот момент остается. То есть у вас есть некоторые вот ожидания от своей мамы, да, у вас есть некоторые ожидания, то есть вы чего-то не ждете. Вот своей мамы или ждете или ждали, вот она не смогла. Ну, грубо говоря, я вернули, что я решила, что я не смогла от ваших ожиданий. Оправдать вы на нее из-за этого обижаюсь. Спасите. Ну, позиция эта, на мой взгляд, ну, ведет несколько в никуда, да? То есть вы считаете, что вы недополучили любовь. Что угадывали на то, что вы недополучили? Для того, чтобы недополучить любовь. На мой взгляд, на мой взгляд, нужно решить, что я недополучила любовь. Вот. Ну, например, например, например. Для того, чтобы вы так решили, по сути, нужно сравнение. Вот. Ну, чтобы вы с чем-то сравнилили. А вот с чем вы сравнилили? Скорее всего, с окружающим. С окружающим. То есть что здесь? Оценка других людей. Все правильно. Вот это, вероятнее всего, вас стревожит. То есть вас стревожит эта самая оценка других людей, по которой вы ставите овощи. Дальше. Стыдно, значит, проявлять пищевые во всем, особенно в взаимоотношениях с людьми. Любовь, которая недополучила в детстве и хочется получить от грузащих, отказывающих. Ну, вы не принимаете себя за обалденно, потому что у вас нереалистичные требования к себе. Вот. И плюс вы руководствуете интересными прогнозами и чувствами других людей. Вот. Быть очень хорошим. Ну, смотрите, вот. Что такое быть очень хорошим? То есть быть хорошим, это вообще говоря, это вообще говоря, как. То есть, вот, понятно, да, вы сами здесь, эм, оценки определенные для себя, ну, для себя вводите. Сами себе устанавливаете некоторые рамки. Дальше. Меня этот бизнес выводит. Ну, с этим я бы разобрал подробнее, что вы имеете в виду. Вот. Что конкретно? Что конкретно вы имеете в виду, да? Эм, это достаточно важный момент. Что именно вас бесит? То есть, вот, что это за чувства и так далее? То есть, такое ощущение, что, допустим, вы разращаетесь из лица, которые пытаются быть хорошим. Ну, вот. Что именно вас злит? Уверены ли вы, что вы, что вы там, грубо говоря, злитесь на себя, а не на, например, вашу маму? Потому что чувствуется, что старается быть хорошей для нее, допустим. Надеюсь получить ее одобрение и где-то в глубине души, зная, что одобрение вы ее не получите. Вот. То есть, как бы это вот такой достаточно, мне кажется, противоречивый момент, да? И, может быть, не совсем понятный для вас. Опять же, я предполагаю, что есть некоторая выгода для вас в этой ситуации. Это некая такая вторичная выгода, которую вы получаете от этой ситуации. Я тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, как мне, ну, как мне представляется. Дальше. Не только меня, но и окружающих, когда туда не быть такой интеллигентной. Ну, это связано с тем, что вы не естественно садоведете. Это просто связано с тем, что у вас чувствуется напряжение, и люди хотят, вероятно, вас нахладить. Просто. Мне сложно одной справиться с сложившейся ситуацией. Понимаю, я хочу стать свободным внутри и обещаться на людей. Ну, для этого вам нельзя от них ничего не ожидать, а себе разрешить быть той, какая выясня не требует чего-то от себя. Мне кажется, что сама подстановка вопроса справиться с ситуацией несколько неверно. Вам не справляться нужно с ситуацией, а изучать ее. Знаете, справиться – это значит подавить. Подавить – это значит, ну, вытеснить, как вы понимаете. Это вытеснить, выдавить все проще. Ну, лично мне кажется, что вы достаточно уже выдавливали, достаточно уже вытесняли. Как бы, может быть, хватит уже это делать. Вот. Но, тем не менее, вы продолжаете гнуть и спасти. Каждый день вы говорите, что не сложно справиться с этой ситуацией. То есть, я чувствую, что должна с этой ситуацией справиться, во что бы то ни стало, я должна. Но я одна не могу. Я требую от себя справиться с этой ситуацией, а одна с этой ситуацией справиться я не могу. Понимаете, такая штука. То есть, это вот, как бы, ну, проблематика такая. Даже здесь, даже здесь, вы от себя требуете что-то. Вот. И требуете от себя, оно, в общем-то, что-то такое вот достаточно серьезное, что-то такое, с чем у вас не получается справиться по вполне логичным. На самом деле причинам. Дальше. Так, значит, я хочу стать свободным внутри. Для чего? Вот еще очень важный момент. Цель. Я хочу стать свободным внутри, чтобы что? Зачем? Мне это нужно. Да? Вот. Без цели. Я бы сказал, что нет вектора, если нет цели. Поэтому вам необходимо, чтобы была цель. Вот. А пока я не очень вижу, для чего вам быть свободным, для чего вам не обижаться на людей. Вот. А если хочется быть любимой, это вы в данном случае повторяете то, что писали ранее про желание получить любовь. Причем обратите внимание, хочется быть любимой, но не любить. То есть вы чувствуете в себе, что сейчас, что можете что-то другим людям давать. И это правильно. У вас очень, ну, может быть, мало ресурса. Вот. А теперь посмотрим, что сперва ресурс в себе нужно взрастить, а потом уже на его основе выстраивать адекватные здоровые отношения. Которые можете выстрелить вы. Только. У каждого. Свои. Дальше. Не обращайте манерок на каждое слово. Ну, вы мне поясняете, к сожалению, то, почему вы обращаете внимание на каждое слово. Как это задевает, не задевает, ну что. Вы об этом не говорите, вы упоминаете это скользко только. Работала с психологом, как долго, над чем, почему перестала. Многое изменилось, что именно. Но, самое главное, колечки они во мне сидят. Значит, есть вторичная выгода, есть сопротивление, ничего страшного. Практика достаточно распространенная, но с этим нужно работать дальше. Вопрос. Вы как эксперты подскажите, почему, как работать с моей ситуацией дальше? Ну, выбираете себе психолога и продолжаете работать. Либо продолжаете работать с тем, с кем работали, как. Одно тут не справится. Как поступить? Как поступить в смысле? То есть, вы считаете, что вот эти ваши проблемы решатся только, если вы как-то правильно поступите по-особому. Что можно сделать? Что можно сделать? Что по-что? Кому? Самира, если вы работали с психологом и действительно работали, то у вас же вопрос выглядит немножко странно. Если что, то у меня осталось от своей хорошенькой девочки. Потому что вы это делаете через силу. Это не делаете, потому что я должна закончить свою жизнь. И большие смыслы моего слова, если всегда обещаюсь на людей, я не могу быть собой и страх от детства, которое сейчас не актуально. Ну, во-первых, страхи детства не актуальны, просто они немножечко в другую форму приобрели. Но они актуальны. Если бы они не были актуальны, вы бы не боялись. Ну вот, как бы, есть такие страхи, которые действительно с течением времени становятся неакрываны. Ну, такие страхи действительно есть. Когда человек к человеку, знаете, там, например, вот, например, в детстве люди могут забираться на стол. Да, просто забираться на стол еще. И кому-то, кто забрался на стол, может показаться это высоко. Ну, просто вот достаточно высоко. Человек может испугаться высоты. Со временем такой человек вырастает, он научается и пиарит, и все, но странно боится высоты. Даже не высоты боится, а боится просто стоять на этом столе. Такой страх действительно не актуален. Но есть страхи, которые актуальны. Например, страхи осуждения и так далее. Страх остаться одной. Это все... Страх быть брошенной. Вот. А эти страхи актуалны. И у вас они есть. Дальше. По поводу обиды. А вот вы обижаетесь на людей. Понимаете? А, вот вы вроде бы говорите, что многое изменилось. А вот не раскрываете, например, как вы хотите получить любовь. Не раскрываете, например, того, от чего вы решили, что вас недолюбили. Не раскрываете, например, того, что такое обида. Но я вот у вас, как у человека, который работал с коллегой, хочу спросить. Вот как, по вашему мнению? Вот обида, это что такое? Вы же просто когда-нибудь говорите, что какой смысл жить, если я обижаюсь на людей, значит обижаюсь на людей, не могу быть собой. Ну вот так, то есть как бы, люди, по-прежнему, это самое главное. А цену за это, то есть быть хорошей, выплатить, выплатить не готовы. То есть я чего-то хочу, я не готов за это расплачиваться. Конфликт с тупиком. Вот у меня есть, конечно, определенные вопросы относительно того, насчет чего, насчет, ну по какому вопросу вы работали с коллегой. Вот. Потому что выглядит это немножко странно. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok